МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевизия Чувашия информационная программа Республика в студии. Юлия Важенина сегодня в выпуске. История, этнография, культура. В Чубахстарах прошла всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 550-летию столицы Чувашии. На что потрачены деньги? Депутаты Госсовета Чувашии утвердили исполнение бюджета за прошлый год. Бесконтактные кражи, как противостоять мошенникам, обсудили на заседании Общественного совета МВД. Блеснули мастерством и завоевали медали. Сегодня глава Республики встретился с призерами и победителями национального чемпионата молодые профессионалы. Из Казани сборная Чувашии привезла 9 медалей. В их копилке 2 золота. Сборная команды Чувашской Республики в полном составе. В медальном зачете ребятам удалось занять 16 место среди 82 регионов России. После дегустации высшие баллы. Софья Афанасьева стала первой в компетенции кондитерское дело. Девушка признается, что на чемпионате старалась экспериментировать. Задачу перед участниками поставили непростую. В первый день я изготавливала шоколадную скульптуру, макаронс, 14-15 порций миниатюр. Изготавливала модуль, у нас был миниатюр, это лепка из моделл-паста. И у нас были конфеты корпусные, конфеты нарезные в первый день. Во второй день я изготавливала карамельную скульптуру метра до метра высотой. Спасибо большое моим преподавателям, моим наставникам за их опыт, за их знания, которые они мне дают. Среди золотых медалистов чемпионата и Николай Алексеев. Студент Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства изучает печное дело. Когда работал, старался не обращать внимания на других участников. Сосредотворчивался на своей работе, собрал кирпичи. Тяжело было очень, пришлось попотеть очень сильно. Студенты экономика технологического колледжа, будущие спасатели в десятке лучших команд. Они получили медальоны чемпионата, а сегодня глава республики вручил ребятам благодарности и памятные часы. Необходимо было преодолеть полосу препятствий, провести боевое развертывание, установка боевого автомобиля на гидрант. Нужно было натянуть полосу переправу, чтобы перебраться, команда перебралась на другую сторону. Был альпинизм у нас. К национальному чемпионату подготовились основательно. Это показали итоги. В прошлом году ребятам удалось завоевать 7 медалей, в этом уже 9. Наставники сборной признаются, конкуренция была высокой. Конечно, в этом году отборочные соревнования, или не региональные, у нас чемпионат в феврале прошел, отборочные соревнования завершились поздно. Время на подготовку было, так случилось, что было недостаточно. Но, тем не менее, вы сделали все, что смогли, на определенные свои силы и возможности. У нас впервые попали такие компетенции, как инженерный дизайн, токарная работа, фризерная работа. Впервые мы попали и в Нью-Орскую ветку привезли, это сантехника и отопление, и ресторанный сервис. Глава республики отметил, что на развитие профессионального образования в ближайшие годы направят порядка 1 миллиарда рублей. В техникумах и колледжах создадут еще более 90 современных лабораторий и мастерских. Для региона это приоритет. Экономике необходимы квалифицированные специалисты. Это, прежде всего, удовлетворение рынка, труда. Спрос работодателей, это очень важно. И те победители, конечно, вы уже личности, вы уже где-то на учете наших работодателей, у вас уже появились прекрасные возможности для саблевизации. Ежегодно, и вчера, и сегодня, и завтра, мы как обращали, так и будем обращать внимание, вкладываем деньги для того, чтобы появились новые лаборатории, появились места и условия для прохождения соответствующей практики. Я очень рада, что именно в Чувашской республике находится техникум технологии питания, коммерция. В этом техникум замечательный руководитель, потрясающий преподаватель, лаборатория с новым орудием. Победители и призеры получат еще и денежные премии. Ребята признаются, что развиваться дальше – стимул большой. Впереди 45-й чемпионат мира WorldSkills. Он пройдет летом тоже в Казани. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Как потратили бюджетные деньги в прошлом году? Об этом шла речь на 32-й сессии Государственного совета Чувашии. В 49 миллиардов 705,5 миллионов рублей. Таков был республиканский бюджет в прошлом году. Потратил регион на 2 миллиарда меньше. Таков профицит. Доходы выросли на 12%, расходы на 11%. Госдолг сократился, что очень радует, потому что на содержание госдолга мы тратили большие деньги. 31 миллион мы платим проценты всего-навсего. Когда-то платили 300-400 миллионов в год. Представляете, какие суммы. Значительные ассигнования идут на соцполитику. Сегодня каждый третий житель республики является получателем мер социальной поддержки. Система мер социальной поддержки семей с детьми включает 38 видов различных пособий и компенсаций. На социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства направлено более 11 миллиардов рублей. Основные же статьи расходов, как и прежде, медицина и образование. Я непосредственно сейчас курирую и объект Волжского микрорайона, и вижу еще и жизнедеятельность тех денег, которые появляются в социальной сфере. Ну, в частности, при строительстве школ и детских садов. Даже если идет торможение в сроках, оно идет только для того, чтобы эти средства были эффективно использованы. Вопросы, которые касаются бюджета, депутаты никогда не рассматривают быстро. Даже если речь идет об исполнении казны. То есть о деньгах, которые потрачены еще в прошлом году. Утвердили два часа на один этот вопрос. Мы потратили. Ну, вопрос очень важный. Он был обсужден сначала на публичных слушаниях, на комитетах, на профильном комитете. Но, тем не менее, много вопросов у депутатов. Из других вопросов повестки дня утверждена инициатива партии ЛДПР о снятии ограничения в виде обязательного законченного высшего или среднеспециального образования для помощников депутатов. В основном это было в целях привлечения молодежи в политическую жизнь Чувашской республики, потому что у нас есть множественные молодежные советы, молодежные парламенты. Но такая была неувязка, что, например, помощникам депутата они стать не могли, постажироваться не могли. Ну и вторая группа очень большая – это активные люди на селе. Не все во время 32-й сессии шло по повестке. Так депутаты попросили министра сельского хозяйства довести до них информацию о деятельности инвесторов из Китая на наших сельскохозяйственных землях. Три года назад глава поручил провести наинтересацию сельхоземель необработанных. Провели. Выявили 147 тысяч гектаров необработанных земель. Из 147 тысяч гектаров необработанных земель посчитали и решили, что 97 тысяч гектаров можно вести все в оборот. На сегодняшний день, на начало года, осталось 45 тысяч гектаров необработанных. Чтобы обработать все эти земли, вести все в оборот, нужно около 6,5 миллиардов рублей. Китайские инвесторы готовы вложить свои средства и начать обработку предоставленных участков. Сейчас это 5 тысяч гектаров, соблюдая все нормы российского природоохранного законодательства. При этом все участки они получат только в аренду, отметил министр. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Об исполнении бюджета говорили и на заседании Чебоксарского городского собрания депутатов. Более 50% столичной казны в прошлом году ушло в сферу образования. Исполнен в сумме 11 миллиардов 265 миллионов рублей, что составляет 92% годовым значением. По сравнению с 2017 доходы города увеличились почти на 1 миллиард 200 миллионов. Пополнялась казна благодаря безвозмездным поступлениям, налогам на доходы и имущества. Поступали средства от аренды собственного городского имущества. По статьям расходов самый высокий процент традиционного образования. В этом году бюджет прогнозирует на уровне 12 миллиардов 750 миллионов. Мошенничество в сети и кражи с банковских карт. К такому виду преступления злоумышленники прибегают все чаще. С начала года в республике количество бесконтактных хищений выросло на 73%. Как противостоять мошенникам, обсудили на заседании общественного совета МВД. Ваша карта заблокирована. Вам одобрен кредит. Такие сообщения от якобы банков – ничто иное, как уловки мошенников. Все работает по одному сценарию и сводится к тому, что вы сообщаете данные карты и теряете деньги. Другой пример. Вы решили сделать покупку на Авито, а продавец просит вас внести предоплату. С большой вероятностью перед вами мошенник. Следующий вид, способ за получение реквизитов банковской карты наших потерпевших – это звонок с приятной новостью о каком-либо выигрыше, о получении каких-либо бонусов или еще каком-то неожиданном сюрпризе. С начала года в республике произошло 742 бесконтактных преступления. Ущерб составил более 27 миллионов рублей. Вернуть удалось миллион с небольшим. И чтобы поймать мошенника, надо, во-первых, здесь провести большую подготовительную работу, выяснить, куда выезжать, кого искать и что проводить. После этого осуществлять выезд в другой регион, где работать в другом регионе, силами тех ресурсов, которые есть в нашем респоряжении там. И вычислять преступника по тем маломальским данным, которые есть в нашем респоряжении. Предупрежден – значит вооружен. МВД и банки республики проводят совместные профилактические мероприятия. Памятки на сайтах, листовки в общественных местах, встречи и беседы с жителями. В Сбербанке работает система искусственного интеллекта, которая проверяет подозрительность той или иной банковской операции, которая после временно блокируется. Сотрудник банка, сотрудник колл-центра действительно может позвонить клиенту для уточнения именно данной ситуации, был ли платеж совершен. Если клиент подтверждает, что действительно он эту операцию видит, знает, совершает, действительно операция разблокируется и платеж осуществляется. Специалисты банка еще раз напоминают – запрашивать данные вашей банковской карты сотрудники колл-центра не имеют права. Татьяна Леонтьева, Родион Архипов, Валерий Резюков, Республика. Жителя Новочебоксарска, избившего фельдшера скорой помощи, заключили под домашний арест. Инцидент произошел 26 мая. Путь в бригаде скорой помощи, приехавшей на вызов в один из новочебоксарских дворов, преградила толпа подвыпивших парней. Завязалась драка, фельдшеру нанесли многочисленные удары по голове. Сейчас он находится на амбулаторном лечении. По данному факту в Следственном комитете заведено уголовное дело. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также необходимо отметить, что следователи примут все необходимые меры по установлению роли каждого из участников инцидента и дадут им принципиальную уголовно-правовую оценку. Новочебоксарца, наносившего побои, следователи уже допросили. Молодой человек в тот вечер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его подозревают в нанесении побоев из хулиганских побуждений. В преддверии 550-летия Чебоксара в Национальной библиотеке Чувашии прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная знаменательной дате. Краеведы и историки из разных городов страны говорили о становлении и развитии Чебоксар. Чебоксарам 550 лет. Дату рождения города по традиции принято определять по его первому упоминанию в письменных источниках. Но многие историки и краеведы считают, что столица Чувашия была основана гораздо раньше. По мнению археологов, именно в конце XIII века возникает поселение с городскими чертами. На это указывает комплекс вещей. Вот на слайде видно, в том числе поливная керамика синей бирюзовой поливы на кашельной основе. Это пока всего лишь предположение. Чтобы они переросли в доказательства, нужна большая исследовательская работа. Археологические раскопки на территории старого городища ведутся почти век. Безусловно, в силу обстоятельств они не раз прерывались. И все же многие историки отмечали в своих работах наличие мощного культурного слоя средневековых чебоксар. Это подтверждают и археологические находки. В 1969 году начались масштабные археологические исследования города. Эти исследования связаны с именем Василия Филипповича Каховского и Юрия Алексеевича Краснова. Хоть мы и говорим масштабные, но в целом общая площадь раскопок составляла около 800 квадратных метров. Конечно, для города это мало, но тем не менее, эти раскопки принесли очень благотворные результаты. Они проходили в основном в низинной части города, ту, которую мы называем посадом, городским посадом. И был выявлен уникальный культурный слой, так называемый мокрый культурный слой, когда во влажной среде хорошо сохраняются древесины и энергетические материалы. Значимым событием в изучении истории Чебоксар стали и раскопки 2013 года. Тогда в сквере Константина Иванова на месте бывшего Никольского монастыря предположительно были найдены останки бабушки первого русского царя из династии Романовых Марии Шестовой. Исследование не удалось довести до конца. Такую масштабную работу необходимо завершить и найти для этого средства, подчеркнул глава Чувашии. Без истории нет будущего. Историю надо знать, историю надо передавать молодым поколениям. Столица республики хранит еще немало тайн. Раскрыть хотя бы часть из них можно с помощью книг о любимом городе. Последняя, которая известна нашей итальянской аудитории, это Чебоксар и исторический очередь, первый выпуск. В настоящее время находится в производстве, в Чебоксаре вторая книга из этой серии, он так же называет Чебоксары, историю очередь, второе дополненное издание. Хотим принести городу еще один подарок, мы его все любим, он для нас всегда останется и древним, и молодым. К дискуссии по поводу даты основания Чебоксар ученые умы вернутся еще не раз. Если говорить о времени возникновения, здесь поселение, то ответ на это могут дать только данная археология. Ну вот сейчас мы имеем 14 век, уточнить эту дату должны последующие исследования, и в первую очередь находки кладов и отдельных моментов, поскольку купцам приходилось или прятать казну в случае опасности, либо расплачиваться по дороге с местными жителями. Так что следующее слово за археологами. Материалы сегодняшней конференции тоже войдут в новую книгу о столице. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Министр здравоохранения Чувашии в Москве принял участие в семинаре-практикуме комплексная программа «Здоровый муниципалитет». Владимир Викторов представил опыт работы по формированию ЗОЖ у населения. В Чувашии разработана комплексная программа мероприятий, которая должна положительно повлиять на динамику продолжительности и качества жизни граждан. По сравнению с 2012 годом смертность снизилась на 5,3%. Ежегодно сокращается гендерный разрыв продолжительности жизни. Важную роль в этом должен сыграть ведомственный проект «Мужское здоровье». Реализуются совместные проекты и программы в области профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни с общественными организациями и объединениями. Организована работа с региональным отделением волонтера-медики, НКО «Здоровая нация», фонд поддержки социальных и культурных программ «Чувашия», а также активно работают в Союз Женщин-Чувашии и Миссовет Отцов. 550 лет Чебоксарам и 220 лет со дня рождения Пушкина. Этим двум круглым датам посвятили столичный конкурс чтецов, который состоялся в Центральной городской библиотеке имени Маяковского. Как царица отпрыгнет, да как ручку замахнет, да по зеркальцу как хлопнет, как ручком так капли топнет. Ах ты, мелкое стекло, это вьешь ты мне на зло. Стихи, которые не нуждаются в особом представлении. Прошло 220 лет со дня рождения Александра Пушкина. Его произведения вошли в одну из номинаций городского конкурса. В финале перед жюри выступают самые-самые, прошедшие отборочный тур. Я быстро запоминаю стихи. Я прочитала весь букварь в 4 года самостоятельно. И мне очень нравятся всякие стихи, сказки, журналы. Четырехлетняя Маша Александрова рассказывает стихотворение, написанное мамой к юбилею столицы. Год стал наш большой, Музыка память очень просто, Чебокам 5, 5, 0. Выучить наизусть стихотворение – это еще не все. Жюри отмечала артистичность и понимание смысла текста. Это возможность детям проявить себя, это возможность научиться чему-то новому, это возможность выбрать свой путь в этой жизни. Наверное, у многих из этих детей, которые принимают участие в таких конкурсах, их профессиональная деятельность может быть связана с творчеством и с культурой. Подведут итоги и огласят имена победителей 1 июня во время празднования Дня защиты детей в парке Лакреевский лес. А как красив наш город в праздник, У красок немного разных. А вот ветер, посмотри, Зазываются огни. Город очень я люблю, Всем о нем я расскажу. Ирина Волкова, Алена Алтухова, Борис Андреев, Республика. Общая малая родина, Одна школа и одна парта на двоих. Так началась история семьи Прокопьевых 15 лет назад. И все эти годы спорт был для них неотъемлемой частью жизни. С дружной семьей встретилась наша съемочная группа. Надежда и Сергей родители двух сыновей и маленькой дочки. Папа спортсмен-любитель, он и сам в школьные годы выступал на школьных и районных соревнованиях. К постоянным занятиям приучил и старших сыновей. Они выбрали самбо. Маленькая Катя пока с удовольствием наблюдает за тренировками братьев на руках у родителей. На все мероприятия Прокопьевы ходят полным составом. Мы сами на день снега, каждую зиму, считай, выходили. На лыжные годы. Первый раз, первое место заняли семейной командой. Потом третье место взяли на лыжах бегать. В атрушках кататься, метание снега. Там, клюшкой играть. Правильно проходить полосу препятствий. Артем и Костя занимаются в школе самбо не так давно. И мама пока очень переживает за ребят. У Надежды каждый раз замирает сердце, когда сыновья пропускают удары. Но она видит и плюсы в спортивном детстве. Мальчики, например, меньше болеют, когда систематически тренируются, говорит мама. Мы детей с первого класса отправили в спортивную школу. С первого класса ходили в каратэ. Очень нравилось им. Есть большие достижения. Но со временем пришлось уйти нам оттуда. Из-за нехватки средств. Артем неоднократно становился призером российских соревнований. Ну, ребята, они сами по себе очень старательные. Занятия они никогда не пропускают. У них есть желание. Желание они проявляют это во время занятий, во время тренировок. На соревнованиях ребят тоже постоянно на всех. Вот Артем, он у нас и на первенстве города, и на первенстве республики уже боролся. И при том неплохо. И были и поражения, и победы у него. Не зря говорят, дети не слушают наставлений. Они подражают родителям. И если взрослые придерживаются здорового образа жизни, то и дети выберут этот путь. Татьяна Трофимова, Алина Сусметова, Бахтияр Велиев, Республика. В рамках благотворительной акции «Стань первым» в столице Чувашии на заливе высадят клумбу с логотипом Первого канала. Рассада, а это бегонии и бархатцы уже готова. Из них ландшафтные дизайнеры выложат цветочный орнамент. 31 мая у монумента матери ребята из школьных экологических отрядов вместе с ведущими телеканала сформируют на клумбе цифру 1. Организаторы будут рады добровольным помощникам. Напомним, такие арт-объекты создают во всех регионах участников акции. Таким был этот четверг, а я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова